Приветствую вас! На самом деле, то, что вы описываете, безусловно, является всего лишь следствием. Следствием реальных проблем, которые, скорее всего, есть в вашей жизни с супругом. Видите ли? Первое, что хочется вам сказать, то что супруг вас, скорее всего, не ненавидит. То есть, на самом деле, очень маленькая вероятность того, что к вам именно ненависть есть. Потому что ненависть по своей природе чувство довольно сильное. И я не думаю просто, что это действительно она. Вот серьезно, я не думаю, что человек именно вас ненавидит. То есть, да, может быть, у него есть какие-то к вам претензии, да, может быть, что-то ему не нравится, да, может быть, какие-то вещи его не устраивают. Но ненависти к вам, я думаю, у него все же нет. То есть, эти слова, слова ненависти, скорее, про то, как сейчас, на данный момент обстоят дела с вашими отношениями. Я думаю, что его слова про ненависть, это история о том, что у него что-то наболело. Я думаю, что его слова про ненависть, это история о том, что он не удовлетворен. Вот. То есть, на мой взгляд, ситуация здесь, она выглядит именно так. Это первое, да, это первое, первое, о чем хочется вам сказать. Это первое. Второе, второй такой важный момент, на мой взгляд, заключается в том, что, условно говоря, то, что произошло между вами, ни в коем случае не может быть чем-то, ну, как сказать, чем-то отдельным. Да? То есть, совершенно очевидно, что, если ситуация произошла, да, если, если ситуация, ну, имела место быть, вот, то мне кажется, что у этого есть причины. Ну, причины, да, в частности, в частности, причины могут быть самые разные, начиная, начиная, например, от того, что вас, к примеру, не устраивает, там, и так далее. Да, то есть, что его не устраивает, что вас не устраивает. Вот. То есть, тут вот, такая, примерно, история. Вот эти причины, причины, да, их, на мой взгляд, ну, нужно, как минимум, исследовать, вот. Разобрать. Для того, чтобы, понимать, о чем идет речь. Смотрите, вы пишите, значит, мне 31 год, от меня ушел муж, и сказал, что начал меня ненавидеть. Ну, если ваш муж ушел, значит, ему что-то не нравилось. Вот. Соответственно, нужно разобрать и понять, что именно вашему мужу не нравилось, то есть, что именно его не устраивает. Ведь, не было так, ни с того, ни с сего, он взял его и ушел от вас. Ну, мужчина это существо достаточно, я бы сказал, существо ленивое. Вот. И сам по себе мужчина никогда не уйдет. Если его, прям, вот, что-то конкретно не достанет, если его что-то конкретно не задолбает, да, он не уйдет. Поэтому тут вопрос, опять же, к вам, что именно не нравится, не нравится, не нравится или может, к примеру, не нравится вашему мужу, то есть, что именно его может не устраивать. Вот. Это важный момент. Еще раз повторю, на счет ненависти верить не стоит, потому что ненависть это очень сильное чувство, а я не думаю, что человек вас ненавидит. Ну, вот, 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 серьезно, я не верю в то, что именно ненависть есть у вашего мужа к вам. Да, есть какие-то обиды, есть какие-то претензии, возможно, вот, но это ни в коем случае не ненависть. Другое дело, если вы сами по какой, ну, сами по ряду причин, да, к примеру, к примеру, боитесь ненависти его, да, или там, чего-то опасаетесь, вот. То есть, это уже, конечно, история совсем другая. То есть, если вы чего-то боитесь, если вы чего-то опасаетесь, если его ненависть, возможная ненависть, да, как-то вас задевает, то это уже совсем из другой оперы, это уже совсем про другую, тогда мы говорим с вами. Вот, так что, причина, 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 почему муж ушел. Я осталась одна с двумя детьми. Лидия, ну, если вы двумя детьми, то как минимум вы не одна. Давайте здесь все-таки обратим внимание на то, как вы понимаете одиночество. Что это для вас, как вы его воспринимаете, вот, и как оно чувствуется, это самое одиночество. То есть, как вы, как оно вами воспринимается? Потому что, ну, мне кажется, что есть здесь некое искажение, что ли. То есть, как минимум вы не одна, как минимум у вас есть дети, это важно. Так, началось все три месяца назад, что именно? Начал ездить на работу в соседний поселок, начал там ходить по барам, катался как баб на нашей машине, на вашей машине, всяких баб, пошли сплетни, что он мне изменяет. Так, ну, смотрите. Значит, здесь, первое, то, что вы начали обращать внимание на сплету, да? То есть, начали прислушиваться ко мнению третьих сплет, то есть, как бы, ну, есть у вас определенная какая-то неуверенность в себе, да, может быть что-то еще. И мне кажется, что здесь, конечно, недостаток, недостаток доверия. То есть, проблема именно в доверии и в уверенности. Ну, это сплетни, это именно на первой сплетни. То есть, вы верите, верите мужу, точнее, вы верите не знакомым людям, но не мужу. Вот, это очень серьезная, это очень серьезная проблема. Это первое. Да, то есть, почему вы поверили сплетным вторым? А, или мужу-муж, действительно, делал то, что делал, а? Ну, как вы думаете, руганью вы чего добьетесь? Вот вы и сами, как считаете, руганью, руганью, с чего можно добиться? Можно добиться, чтобы муж, к примеру, перестал, например, делать то, что он делает. Допустим. Как вы считаете? Наверное, нет. Ну, я так думаю. Я так думаю. Наверное, нельзя. Так, а почему же вы тогда ругали? То есть, отдаете ли вы себе отчет в том, что когда вы ругаетесь, когда вы ругаетесь, вот, вы своего мужа к себе не приближаете в этот момент. Вы его, скорее, отдаляете от себя еще больше. Ну, потому что, потому что, ну, а как? Ведь муж стал это делать, потому что его что-то не устраивает, к примеру, и тот факт, к примеру, что вы ругаетесь, не добавляет вам очков. То есть, мужчина, он просто понимает, что, ну, я-то, оказывается, оказывается, это я правильно сделал. Оказывается, это я правильно сделал, что, ну, вот, начал ходить по барам и так далее, потому что она ругается. Соответственно, вопрос к вам, да, вопрос к вам. Чего вы надеялись добиться, значит, своим таким поведением? Вот. Чего вы надеялись добиться тем, что ругались на мужа своего? Вот. Ну, просто ответьте себе, ответьте себе на этот вопрос. Вот на что вы рассчитывали? Понятно? Только честно. По какой причине вы ругались? Тоже очень важный момент. Дальше, значит, так, он приезжал, когда-то, кто любит меня, не изменяет. Когда обратно уезжал, он начинал меня по телефону материть, говорит, что я его достал, а в итоге подошел и сказал, что нашего меня ненавидят, домой больше не вернемся. По сути, это по вашему тексту получается так, что он стал себя так вести, как бы, в реакции, на ваше поведение, на то, что вы ругаетесь, к примеру, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Так, эээ, может быть вопрос, эээ, задать вам? Да? А вы, собственно, чего, чего ожидали? Опять-таки. Вот. Чего вы ожидали? На что вы, эээ, ну, рассчитывали? Да? Вот. Понимаете? На мой взгляд, это очень важная история, потому что очень важно, очень важно, чтобы то, что вы, к примеру, делаете, чтобы то, что вы делаете, ну, соответствовало результатам. Вот, например, в данный момент, в данном случае, ваша позиция, ну, по поводу того, что вы ругались, да, она не, она не соответствовала, эээ, как бы, той истории, что вы хотели своего мужчину, к примеру, вернуть. Вот, это никак. Никак это, вот, не соответствует. Итак, если вы хотели своего мужчину, вернуть, то, в общем-то, вы выбрали, ну, такой далеко не самый, э, эм, ээм, ну, качественный способ для достижения этого. При этом, при этом, за выбором этого способа, за выбором такой модели, модели поведения, да, собственно говоря, скрывается некая ваша потребность. Так давайте же мы с вами посмотрим, что это за потребность. Может быть вы боитесь одиночества, к примеру, и в отчаянной попытке, хотя я так немножко утрирую, но я надеюсь вы поймете мою мысль. Вот, в отчаянной попытке вы хотите удержать своего мужчину рядом с собой, потому что, к примеру, боитесь, что произойдет то, чего вы боитесь. Так давайте сделаем так в ходе работы, чтобы вы не боялись. Чтобы вы стали более независимы, в частности от него. Чтобы вы не вели себя так, как вот ведете сейчас. И тогда ваши отношения действительно могут измениться и стать в разы лучше. Но это возможно только в том случае, если вы действительно хотите отношения на вас. Если вы готовы менять, если вы признаете, что, к примеру, вот, к примеру, то, что вы делали, то, как вы поступали, является, ну, скажем так, не совсем корректным. Если вы так не считаете, если вы не склонны считать себя в этой ситуации неправой, то я боюсь, что получится у нас с вами вообще говоря мало чего. Потому что для того, чтобы начать меняться, нужно для начала признать, что, допустим, что я не идеален, что то, что я делаю может быть неправильным, ошибочным и так далее. Вот. Потому что если я этого не признаю, то работать с этим будет невозможно, к сожалению. Вот. Надеюсь, что вот мою мысль вы увидели. И это, ну, на самом деле очень важная такая история. Вот. А дальше идем. Так. На что он приезжал, клялся, что любят меня, не изменяют. Как вы на это реагировали? Лидия. То есть, что конкретно вы делали, когда он так, ну, говорил, к примеру. Что конкретно вы делали. Как конкретно вы реагировали. И реагировали ли вы. Потому что, от вашей реакции, от вашего поведения, зависит, опять же, будущее ваших отношений. Ни много ни мало. Вот. Поэтому я рекомендую вам данный аспект, ну, обратить на данный аспект самое пристальное внимание. Ну, если вы хотите, конечно, отношения наладить, да, потому что вы, ну, по сути, вы никаких вопросов не задаете. Вот. И, соответственно, не совсем понятно, чего именно вы хотите, что именно вам нужно. Вот. Может быть, вам нужно что-то другое совсем. Если так, если так, то извините пожалуйста. Вот. Понимаете, да? В чем идет речь? Так. Значит, я его достала. В итоге, в итоге он сказал, что я его достала. И сказал, что начал мне звонить, домой больше не вернемся. И что? То есть, ну, вот он не вернется домой, допустим. И что дальше? То есть, что вы-то? Вы сами, что планируете делать, что вы хотите? В этой ситуации, на чем вы делаете акцент, грубо говоря? Вы делаете акцент на себе или на своем музе? Если на себе, то супер. А если на музе? Вот если на себе, то это тревожный знак, потому что так отношения вы не сможете выяснить. А если на музе, то супер. Но нужно подумать, как это сделать грамотно, как это сделать правильно. Чтобы еще больше его не отпугнуть. Вот. В этом смысле я рекомендую вам изучить принцип амортизации. На мой взгляд, очень полезная методика для вас. Вот именно для вас. Именно в данной ситуации для вас это идеальный вариант, один из идеальных вариантов. для вас принцип амортизации. Вот. Я надеюсь, что вы его обязательно посмотрите и найдете для себя что-то полезное, что-то интересное. И сможете это использовать. Я надеюсь, что вы сможете это использовать в своих ингрессах. Вот. Потому что без этого, без принцип амортизации вам будет сложно наладить отношения к музею. Вот. А что сейчас нужно сделать? Сейчас вам, в любом случае, человека нужно оставить в покое. Потому что он настроен по отношению к вам весьма негативно. Вот. Весьма негативно человек настроен. Поэтому не стоит его сейчас трогать. Дайте ему время побыть одному. Дайте ему время успокоиться. Вот. Сами. Используйте это время для анализа того, что хочется, к примеру, и нужно вам. То есть подумайте обязательно на эту тему тоже. Вот. Таким образом, вы сможете использовать, эффективно использовать время, которое вам доложит. Вот. Я уверен, что если как следует разобраться, то вы увидите, что в своем поведении вам не есть что поменять, есть что изменить. Вот. Вот. И если муча появится, то он обязательно появится, потому что, ну, хотя бы вам съездить. А то есть вы в любом случае, я думаю, увидитесь еще. Вот. Если он появится, то вы встретите его во всеоружии. Вот. То есть главная вещь не усугубить ситуацию. Вот. Я, конечно, рекомендовал бы вам выбрать наиболее комфортную для него, именно для него наиболее комфортную модель поведения с вами. То есть как ему вот комфортнее всего взаимодействовать будет с вами. Как и что, как ему будет лучше всего. Вот. Я рекомендовал бы вам именно на эту тему подумать, именно об этом поразмыслить. Вот. Потому что, ну, момент это на самом деле очень важный, как мне кажется. Вот. И дальше я думаю, что вы для себя вы сможете сделать необходимые уже выводы. Вот. Так же, я рекомендовал бы вам подумать о мужа. Все-таки. Вот. Что конкретно ему может, ну, не нравится, что конкретно его может не устраивать. Вот. Что конкретно может его, к примеру, беспокоить. Вот. И так далее. Вы задавайте себе на эти вопросы. Я уверен, что, что вы сможете увидеть, чего вашему мужу не хватает и дадите ему это. Вот. Что и подходит сигналам для нормализации ваших отношений. Вот. Конечно. 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 Правил сделать это, может быть, не получится. Вот. Выработка стратегии, анализ ваших отношений, соответствующие корректировки в вашем поведении и в, соответственно, отношении к нему помогут нам. И в этом как раз понадобится помощь психолога. Вот. Вам можно выбрать любого специалиста, который вам будет по душе и начать с ним работу. Вот. На этом все, в принципе. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за внимание. Пока. Продолжение следует...